Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, вечерняя война в Курской Народной Республике. И я обычно, знаете, не говорю, не называю название населенных пунктов, ну, с тем, чтобы не навредить. Но тут ситуация такая, что уже Z-военкоры криком кричат о этих населенных пунктах. И поэтому просто за ними повторить. Ну, тут уже никакого. Секрет Полишинелли. Секрет о котором знают абсолютно все, потому что уже у расистов только ленивый об этом не написал. Тейтон, наверное, написал. Итак, смотрите, что сейчас происходит. Сейчас происходит, как я вам и говорил, заполнение пустых мест. Мест, где, ну, скажем так, российская власть сбежала, потому что, ну, в противном случае они попали бы в плен. То есть полиция сбежала, ну, эти первые, как обычно, убежали. ФСБ сбежало, и коню, понятно, если оно там и было. Кто там еще? Местная администрация дёру дала так, что только пятки засверкали. Вот. И, соответственно, таких населенных пунктов довольно много. И вот расисты сейчас особенно разгоняют тему трех населенных пунктов. Первое, это Теткино Курской области. Ну, Теткино, Дядькино, да, мы в курсе, да. Но ни разу, ни два звучало, звучало в различных случаях, скажем так, перестрелок с нашей стороны, с их стороны. И несколько раз там работали РДК с Легионом, поэтому очень на слуху Теткино. Да, и вот, собственно говоря, сейчас тот же Подоляка, российский, не наш Подоляк, ихний, говорит, что Теткино Каюк, в общем-то. Ну, там, если Теткино заняли наши, то, соответственно, и Попова-Лежичи тоже. Ну, это один и тот же населенный пункт. В чем прикол, почему в этом я, например, склонен расистам в данной ситуации верить? Ну, смотрите, там с одной стороны река, и, как бы, Теткино упирается в реку. Соответственно, ну, куда им деваться? Да, река Сеем. А, скажем так, с юго-востока, там уже наши со всех сторон. И получается, что оборонять вот эти Теткино не имеет никакого смысла, потому что тебя прижались к реке. Единственная дорога, которая там ведет в сторону Рыльска, перерезана. И, соответственно, короче говоря, текать надо. Текать им надо. И что они, собственно говоря, судя по всему, и сделали. Рашисты пишут, что в Теткино перестрелки, что... И практически все они пишут, что никаких шансов удержать его у них нет. Ну, скажем так, опять-таки, друзья мои, давайте расистам на слово не верить, потому что, знаете, он где скажет, там и сбрешет. Но в каждой шутке есть доля шутки, поэтому отнесемся более-менее серьезно к тому, что они называют потерей собственных населенных пунктов. Ну, наверное, что-то в этом есть. Это первый населенный пункт, о котором они говорят. Ну, а Теткино находится на границе. То есть сказать, что оно там где-то далеко, нет. Ну, просто находится на границе. И, соответственно, первый населенный пункт – это Теткино. Рашисты утверждают, что он у них уплыл. Дальше. Слободка-Ивановка. То же самое. Это населенный пункт дальше по границе. Находится, там, не знаю, в километре, в двух километрах от границы. Но в той зоне, в которую наши еще не заходили. То есть это относительно наших позиций, как бы, получается, бывших немножечко севернее. И получается, что вот вся граница между Сумской и, скажите мне, Курской областью, она рухнула у рашистов. Потому что вот есть три места на границе, в которых там дороги проходят, по которым можно зайти. И все три, насколько говорят рашисты, попали уже. Третья – это Гордеевка, если я так не ошибаюсь, населенный пункт. То есть они находятся там, друг от друга, там, ну, на расстоянии километров, может, 20-30. И все три, по словам рашистов, по их словам, еще раз говорю, наши об этом не говорят. Все три, по словам рашистов, перешли под контроль Сбройных сил Украины. О чем это говорит? Еще раз говорю о том, что контроль над границей между Сумской и областью и Курской народной республикой у рашистов полностью отсутствует. Он потерян. Вот, по крайней мере, об этом визжат их военкоры, там, крик его при сопле и так далее. Ну, насколько наши дадут эту информацию? Может быть, дадут со временем. Посмотрите, ведь вот сейчас дают информацию наши по, там, Свердловке и, как она там называется, ой, Свердликово, Свердловке, Свердликово, Олешня и так далее, которые заняты были 4 дня назад. Ну, наши правильно делают, что не дают этой информации сразу, потому что Бог его знает, какие там подводные камни, может, там, где-то ДРГ рашистские, может, еще что-то, еще что-то. Может, это с нашей стороны только ДРГ, кстати, рашисты об этом тоже говорят, что, может быть, со стороны Украины зашли ДРГ, навели шухер и ушли. Вот, но что-то мне подсказывает, что это или не так, или не совсем так, потому что, ну, еще раз говорю, Теткино то же самое, оно сейчас не имеет связи с внешним миром, если брать со стороны рашистов, никак, вообще. Вот, с одной стороны река, а с другой стороны перерезанная дорога. И как там его защищать, как там находиться, не совсем понятно. Вот, поэтому они дружно утверждают, что оно потеряно для них. Вот, ну, а для нас, смотрите, что сейчас происходит. Вот этот вот выступ наш, который сегодня с утра составлял, опять-таки, по словам расистов, в Курской Народной Республике, порядка 650 километров, он, по всей видимости, сейчас стал больше. По всей видимости. И, что очень важно, зона контроля на границе, да, между Украиной и Россией тоже сейчас она у нас. То есть, границу мы, судя по всему, контролируем на гораздо большем протяжении, чем это сразу казалось. Вот, так что, продвижение есть, продвижение существенное. Еще раз говорю, пока что об этом говорят только расисты. Ну, по всей видимости, раз они говорят, значит, ну, в данной ситуации им врать, как бы, нет смысла. Они с большим удовольствием рассказывают о своих сдобудках. Но сдобудков у них нет. Кстати, разгромили еще одну колонну, вот точно так же, как вот эту колонну в Рельске. Разгромили еще одну колонну, которая на грузовиках шла на помощь расистам. Тоже подловили, и только дроны. Там первый раз это Хайморсом, и второго сейчас дронами. Разнесли колонну, как говорят расисты, десятки двухсотых, десятки трехсотых, грузовики сожжены. Соответственно, вот такой вот результат помощи, значит, своим войскам, которые сейчас там воюют в Курской Народной Республике. Они наших не остановили. Вот это все, что я могу сказать. Еще один очень интересный момент, что пишут официальные лица в Германии, например. Это основной наш европейский помощник по оружию. Так вот они там пишут, что Украина проводит очень хорошую операцию. Вот просто поголовно все. Ну там кроме, как он там, АФД вот этой партии. Все остальные, в общем-то, как бы вам сказать, изумлены тем, как Украина это делает. Почему? Потому что они все как один говорят, это теперь такие... Ну, во-первых, это шикарная возможность и для обмена. Посмотрите, сколько пленных, их некуда девать уже. Да, то есть вот сейчас-то, когда особенно срочники попали в плен, можно говорить о том, что надо освобождать азовцев. Срочников на контрактников никто не меняет. Да, тут азовцев давайте. Вот, то есть это разные, это просто как бы разные абсолютно градации. Срочники, это мама, это сиська, это их забрали в армию, обещали, что они не пойдут ни на какую войну, они попали на войну. Короче, там целая история с этими срочниками. Так что их можно менять спокойно на азовцев и никак не иначе. Иначе они останутся у нас, вон еще пойдут воевать за РДК и за легион. Вот, это первый момент. И второй момент, значит, говорят, что мы, те же немцы говорят, что мы получили прекрасные стартовые позиции для переговоров. Почему? Потому что то, что предлагает Путин, то, что предлагает тот же Китай, это, вот фиксируем, фиксируем, да, вот на такой-то момент линию фронта и без, скажем так, требований друг к другу начинаем переговор вот с этого момента и будем, как говорится, переговариваться, договариваться о перемирии. Ну да, ну вот, будем фиксировать, да, фиксировать, только уже, уже, как говорится, наш анклав в Курской Народной Республике еще вырос. И фактически мы сейчас уже освободили в Курской Народной Республике территорию, наверное, больше, чем рашисты захватили за полгода, чем же сколько они там, 8 месяцев уже своего этого наступления в Донецкой и в Запорожской областях. Вот так. А тут 3 или 4 дня прошло, 4 дня. Вот так вот. Поэтому, например, в Европе это расценивают, когда это серьезное достижение. И они очень понимают тех зрадоё, которые кричат, что этого делать было нельзя, мы растягиваем фронт. Да у них больше людей, у них не больше людей, если вы посмотрите, де-факто у них очень... Москву и Санкт-Петербург они призывать боятся, по понятным причинам, и ближайшее Подмосковье. А если посчитать, что там без этих двух городов осталось, там сгульки нос, там уже подмели всех. Поэтому не так-то просто там сейчас им надо набрать людей, первое. Второе, если ты призываешь людей, неплохо бы обучить, вооружить, обуть, одеть, накормить. А вот с этим проблема. Техника опять-таки откуда? Просто пушечное мясо ничего не даст. Ну вот сейчас вот под Покровском мы это видим, уже наступление захлёбывается, потому что чмобики заканчиваются. Они что? Они, ещё раз говорю, Россия не Китай. И у них нет столько лишнего состава, как у китайцев. Если они рассчитывают воевать трупами, не получится. Это даже не Советский Союз. В Советском Союзе население было на 100 миллионов больше. Вот и всё. Поэтому пускай только помечтают. Так что, друзья мои, скажем так, в настоящий момент то, что мы видим, происходит заполнение территорий, откуда сбежала российская власть, заполнением её тем, чем надо, нашими. А российские, ну что, пока что все вот эти усилия, которые они прикладывают для того, чтобы каким-то образом наших остановить, они носят, во-первых, несистемный характер, а во-вторых, пока что, ну, скажем так, мягко выразиться, безуспешные.